Террористы уникальный ручной инструмент для США в Сирии. Военные инструкторы из США обучают боевиков в подконтрольной американцам зоне вокруг базы Ат-Танф на юге Сирии. Об этом рассказали члены незаконного вооруженного формирования Джейш Магавир Ат-Таура, сдавшегося сирийской арабской армии. США не первый год подозревают в потворстве боевикам на юге страны. Подробнее о том, как и для каких целей американцы готовили на своей базе вооруженных наемников, в материале Федерального агентства новостей. Боевики на обучении у США. По информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, группа из 27 боевиков, которая проходила подготовку на базе вооруженных сил США Ат-Танфа, сдалась правительственным силам Сирии. Рекрутированные американцами боевики рассказали о подготовке Соединенными Штатами диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии. Сейчас они находятся в под охраной бойцов в сирийской правительственной армии. Один из теперь уже экс-боевиков 24-летний Аэт Аль-Хадр заявил, что американские инструкторы не были скупы на обещания. Однако в итоге ничего выполнено не было. Американцы обещали нам создать медицинский центр, но не сделали. Обещали создать хорошие условия для беженцев, для родственников, родителей, для гражданских, но обманули. Мы убедились, что американцы обманывают, что обещанного не будет. Поэтому было внутреннее убеждение, что нельзя там находиться. И решили выйти из Ат-Танфы, рассказал мужчина. Американцы записывали новобранцев в ряды боевиков и хорошо вооружали. На Ат-Танф новобранцев учили обращаться с оружием американские военные специалисты. Они носят американский флаг на форме, военные знаки отличия, и работают советниками. Проводят занятия, тренируют личный состав. Имя наставника не помню, потому не знаю английский. Общались с ними через переводчика, сказал Аль-Хадр, объясняя, как он понял, что боевиков тренируют именно военные США. Недавно поддерживаемые США банд-группы боевиков из состава формирования Джейш-Магавира-Таура атаковали позиции сирийской арабской армии в южной части провинции Хомс. Это стало причиной ожесточенных, но коротких боев в данном районе. Военным сирийской армии удалось отбросить боевиков назад, ликвидировав шестерых из них. Сама группировка Джейш-Магавира-Таура позже признала утрату троих своих боевиков. Изнасилование и продажа оружия ИГИЛ. Вооруженные вылазки, оканчивающиеся столкновениями с сирийской арабской армией. Не самые зверские действия американских наемников. Пресс-секретарь Джейш-Магавир-Таура изнасиловал 12-летнюю девочку. Преступление попало на видео, но никакого наказания за собой не повлекло. В настоящее время боевик находится на свободе сведома главаря группировки Муханнада Талау. Кроме того, пресс-секретарь фигурирует в документах, связанных с продажей оружия, запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и контрабанде наркотиков из Ливана в Орданию. Оранжевая революция руками боевиков. Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин уверен, что на основании свидетельств, сдавшихся в плен сирийской арабской армии, бывших американских наемников, необходимо провести расследование. Это подтвердили сегодня по линии нашего Министерства обороны. Да, действительно, боевики, которые были завербованы американцами еще в самом начале военной операции в Сирии, подчинялись долгое время именно интересам Соединенных Штатов. Также имело место заигрывание с террористами и вмешательство в суверенитет Сирии. Теперь они сдались в плен официальной сирийской власти. На основании их показаний стоит провести расследование и передать его результаты на ознакомление Совета безопасности ООН и других международных инстанций, заметил политолог. По мнению эксперта, тлеющий конфликт в Эдлибе как раз стал следствием экспансионной политики Вашингтона и его союзников в Сирийской Арабской Республике. По сути, Соединенные Штаты, как и вся западная коалиция, выставляли себя в роли неких спасителей сирийской территории от террористов. «Коалиция должна была воевать с террористами, но мы видели лишь информационные провокации с их стороны, видели имитацию этой борьбы», — заявил Самонкин. Основная стратегия Соединенных Штатов была направлена именно на подрыв официальной позиции Дамаска, уверен политолог. Террористов США попытались использовать в Сирийской Арабской Республике как инструмент для революции. Террористы — уникальный инструмент для США. Американцы использовали их, чтобы чужими руками сменять неугодные режимы и диктовать свою волю. «Мы прекрасно помним Оранжевые революции и использование оппозиционных масс для создания угодных США правительств в отдельно взятых странах», — подчеркнул эксперт. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.